Участники климатического саммита КОП-27 в Египте пришли к соглашению. Они приняли документ, который учреждает Фонд потери и ущерба. Из него будут выделять средства бедным странам, пострадавшим от климатических бедствий. Впрочем, после напряжённых переговоров, которые продолжались всю ночь, страны так и не утвердили единых мер по сокращению выбросов СО2. «Теперь я предлагаю проголосовать за пункт, который называется «Механизмы финансирования в ответ на потери и ущерб, связанные с неблагоприятными последствиями изменения климата». Впрочем, даже здесь утвердили не всё. Некоторые самые неоднозначные моменты перенесли на следующий год. Среди них вопрос того, кто должен выделять средства для этого фонда и сколько. «Это решающее десятилетие. Однако это соглашение – недостаточный шаг вперёд для людей и планеты. Оно не предусматривает дополнительных условий для главных производителей парниковых газов, по сокращению выбросов». «В соглашении нет пункта о сокращении выбросов, начиная с 2025 года. Также нет чёткого предложения о поэтапном отказе от угля». Климатический саммит продолжался на египетском курорте Шарм-эль-Шейх две недели. Как и прогнозировали представители около 200 стран-участниц ООН, так и не решились взять на себя повышенные обязательства по сокращению выбросов. В том числе из-за энергетического кризиса, который охватил Европу и весь остальной мир. Цены на энергоносители взлетели. В европейских странах снова активно переходят на обогрев углём. Не случайно в этом году на саммит впервые пригласили нефтегазовых производителей. Кстати, следующая климатическая конференция состоится в Воае. Эта страна, как и Египет, связывает своё будущее с продажей нефти и газа.